Приветствую вас. Пессимистическое настроение, если только не происходит чего-то откровенно плохого, откровенно трагичного, и если нет физиологической предрасположенности к этому, является следствием непринятия тех или иных аспектов реальности, тех или иных ситуаций, тех или иных моментов по причине привязки человеком их к тому, что он думает о себе в целом. То есть, если, грубо говоря, в магазине нет хлеба той марки, которую я хотел купить, и меня это ввело в пессимистическое состояние, это значит, что отсутствие хлеба я воспринимаю как характеристику себя самого в целом. То есть это неумение человека отделять то, что происходит от него самого. Вот то, что происходит, я не смог купить хлеба с той марки, которую я хотел купить, и вот я. Это разные вещи. Разные абсолютно вещи. Да, они взаимодействуют, да, они в какой-то степени соприкасаются, но это вещи, не зависущие друг от друга, не характеризующиеся друг другом. В вашем случае, ну, поскольку вы никакой конкретной информации не даете, я предположусь, что здесь, что ситуация обстоит именно так. Соответственно, на то, чтобы подкорректировать вот эти вот корреляционные связи, да, корреляция, должно быть направлено в первое усилие. Второе усилие. Это то, как конкретно себя проявляет пессимистическое настроение, что оно из себя представляет в принципе. И если вы человек, ну, человек, у которого меняется настроение, или человек, который зависит от настроения, то возникает вопрос, а что у вас с вашей мотивацией, с целями, с уверенностью в себе и так далее. Потому что человек настроения, это все-таки человек достаточно нестабильный, нестабильный, значит, уязвимый, неуверенный, неуверенный в себе и прочее, прочее, прочее. Следующий важный момент, на который хочется обратить внимание, это выгода. Какая у вас может быть выгода от того, что вы имеете плохое настроение? Да, вы получаете от этого возможность ничего не делать, возможно, себя жалеть, возможно, что-то еще. Очень важно это понять. Через выгоду, которую вам может не осознаваться, которую вы можете не понимать, через выгоду может, да, как бы, подкрепляться, такое ваше поведение. Ну и не мешает обратиться к врачу, конечно, дабы исключить медицинские предрасположенности. Что касается того, что вы говорите про то, что, мне кажется, если я борюсь с остановкой, то все еще хуже, это мистическое представление, не имеющее ничего общего с реальностью. Но вы и сами это понимаете. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...